На Украине с 1 мая население будет платить за газ столько же, сколько предприятие. Так сегодня решило правительство Владимира Гройсмана. Тарифы для людей поднялись с прошлой весны в 6 раз. В Киеве ссылаются на то, что роста цен хочет Международный валютный фонд, иначе не будет новых кредитов. Украинские реформы в их нынешнем виде сегодня же поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Она встречалась с Гройсманом, который добавил, что обсуждал с ней еще и урегулирование в Донбассе. И что Вашингтон не увязывает финансовую помощь Украине с выполнением минских договоренностей. Никаких конкретных сроков, а также конкретных положений. Они между тем были нарушены как раз минувшей ночью. Что подтвердили наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Донбассе поселок Еленовка подвергся обстрелу. Есть убитые и раненые. Кто виновен, у жителей сомнений нет. Репортаж Евгения Лямина. Прямое попадание мины в автомобиль. У водителей и пассажиров спастись шансов не было. Другие машины изрешечены осколками. В результате минометного обстрела погибли шесть мирных жителей. Водители и пассажиры. Вот так на месте. Кто-то во сне. Ранены более десяти человек. В больницу поехали родственника навещать. В Донецк. И не успели назад вернуться. И остались ночевать тут в колонне. Прилетает один снаряд. Прилетает второй, прилетает третий. А потом я завелся и убежал. Все случилось в половине третьего ночи. В это время в Еленовке всегда выстраивается колонна из автомобилей. Уже привычное дело. Украинский контрольно-пропускной пункт там дальше работает строго до восьми часов вечера. Тем, кто не успел, приходится ждать прямо на дороге. В эту ночь сначала мины начали рваться во дворах рядом с жилыми домами. Потом, словно прицельный огонь, велся по дороге. Здесь сколько раз лепнул? Шесть. Шесть раз? Да, вот эти здесь дома. В Киеве после обстрела на утро поспешили откреститься от него. Ополченцы обстреливают сами свою территорию. Но в Еленовке, особенно те, кто живет ближе к линии разграничения, знают, откуда велся огонь. До украинских расчетов рукой подать. Вот железная дорога. Все. Вот эта линия разграничения. Они серую зону закрыли полностью. Нету никакого разграничения. Они минометы стоят рядом. Слышно выхлоп, когда миномет хлопает. Слышно, как летит мина и как падает. Я ориентируюсь хорошо. Или со Славного бьют, или с Тарамчука бьют. Славный и Тарамчук. Там расположены украинские подразделения. Еленовка за железнодорожным полотном. Словно на переднем крае. Этой ночью, говорят, стреляли как раз из Славного. По данным разведки ополчения, там стоит так называемый батальон Айдар, боевики которого известны своей жестокостью по отношению в том числе и к мирным жителям. В ДНР уверены, этот обстрел не случайный. Уж слишком массированный и прицельный. Хотел бы отметить, что перед этим летал беспилотник. Поэтому я могу заявить однозначно, что это спланировано было специально против гражданского населения. Здесь ни военных нет, ни техники нет. Огонь вёлся в том числе и из 120-мм миномётов, говорят ополченцы. На линии разграничений их быть не должно. Сегодня всё утро на месте работали представители ОБСЕ. В Еленовке, говорят, несколько месяцев было спокойно, не обстреливали. Но в последнюю неделю сначала стали доноситься звуки взрывов где-то в окрестностях. Этой ночью прямо под окнами. Внука жалко, мне уже не страшно. Внук один за три класса ходит. Стёкла, как пыль. И дочка вся в стекле была. Я за себя не жалею. Мне их жалко.